Здравствуйте! Сегодня наша традиционная уже встреча с заместителем прокурора области Алексеем Владимировичем Дикаревым. Здравствуйте, Алексей Владимирович! И, как обычно, мы с вами поговорим о состоянии преступности в регионе. Первый вопрос, как можно характеризовать криминогенную обстановку и возрос ли уровень преступности в городе Рязани и непосредственно в области? Прежде чем перейти непосредственно к анализу криминогенной обстановки, хотелось бы сказать, что в текущем году органами прокуратуры области принимались последовательные меры, направленные на укрепление законности правопорядка в нашем регионе, повышение эффективности работы правоохранительных органов при надзоре за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Наиболее актуальные проблемы противодействия преступности обсуждались на заседаниях межрежностных рабочих групп, на заседаниях и коррекционных совещаний руководителей правоохранительных органов региона, а также на заседаниях межрежностных оперативных совещаниях. Выработанные на этих заседаниях и совещаниях совместно с правоохранительными органами меры позволили относительно стабилизировать криминогенную ситуацию в регионе. В частности, количество совершенных в первом полугодии текущего года преступлений 4680 практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Есть ли изменения в структуре преступности в сравнении с прошлым годом? По-прежнему структуру преступности у нас формируют преступления против собственности, это 44%, против личности 16%, а также наркопреступления 13% совершены в первом полугодии текущего года. Уровень преступности на 100 тысяч населения составил в первом полугодии 426 преступлений. Можно сказать, что это один из самых низких показателей как по России, так и в Центральном федеральном округе. Если посмотреть на районы нашей области, наибольший уровень преступности приходится на Московский район города Рязани и Михайловский. Наименьший – Сторожиловский район, Ермешинский и Милославский. В области можно отметить сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшим, количество разбойных нападений, мошеннических проявлений, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, фактов фальшивого маничества, а также изнасилования. Несмотря на сокращение числа зарегистрированных мошеннических проявлений, следует отметить, что в последнее время получила широкое распространение старая схема обмана потерпевших. Жертвами преступников, как правило, становятся престарелые люди. Эта схема еще действовала лет 10 назад, сейчас она вернулась опять в наш регион, я думаю, не только к нам. Телефонные мошенники звонят на телефоны потерпевшим и сообщают недостоверную информацию о том, что их родственники стали жертвами либо преступления, либо сами совершили преступление, совершили ДТП, и для решения данного вопроса требуют наличные денежные средства. После этого сообщник приезжает по месту жительства потерпевшего и обманным путем получает от него наличные денежные средства. Как правило, это все накопленные престарелыми людьми накоплениями. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы предостеречь жителей нашего региона, не попадаться на данные уловки мошенников, перепроверять полученную от них информацию, связываться любым способом с своими родственниками, убедиться, действительно ли они попали в беду, либо это недостоверная информация. Потому что непосильным трудом накопленные деньги, я понимаю, престарелые, как правило, копят в том числе и себе на похороны, потом эти деньги вернуть уже весьма проблематично, несмотря на то, что ряд вышеуказанных преступлений, многоэпизодных, были раскрыты региональным МВД, к уголовной ответственности привлекаются молодые лица, в том числе и несовершеннолетние. Но, тем не менее, вопрос возмещения ущерба даже по раскрытым преступлениям является весьма проблематичным. Также распространенными остаются телефонные мошенничества, когда преступники представляются либо сотрудниками банков, либо сотрудниками правоохранительных органов. Органы прокуратуры являются координатором работы по борьбе с преступностью. Каковы результаты такой работы в этом году? Анализируя криминогенную обстановку в регионе, следует отметить, что незначительно в первом полугодии текущего года на 3% возросло число зарегистрированных тяжких, особо тяжких преступлений. Но здесь в первую очередь хотелось бы отметить, что данный факт объясняется повышением эффективности деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступления коррупционной направленности. Их количество возросло почти на 200%, чем объясняется вот этот большой рост. Тем не менее, хотелось бы отметить то, что возросло с 21 до 28 убийств, четверть из которых приходится на московские железнодорожные районы города Рязани. В нашем субъекте также увеличилось количество хулиганских проявлений и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Сложная обстановка остается также с наркопреступностью. В первом полугодии текущего года зарегистрировано более 600 наркопреступлений, половина из них которых приходится на сбыт наркотических средств. Здесь хотелось бы отметить, что раскрываемость данных преступлений в текущем году взросла из незаконного оборота наркотиков, изъято более 90 килограмм наркотических средств, подавляющей часть из которых приходится на наркотические средства синтетического происхождения. Уделялось органам прокуратуры и правоохранительными органами повышенное внимание, также противодействие организованной преступности. В первом полугодии текущего года выявлено 11 преступлений, совершенных организованными преступными группами. По-прежнему здесь также структуру оргпреступлений определяют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Пристальное внимание органам прокуратуры также уделялось защите права граждан в социально значимых сферах. Достаточно сказать, что расследование преступлений в сфере оплаты труда позволило полностью возместить ущерб потерпевшим по оконченным расследованием делам. Хотелось бы также отметить, что значительные денежные средства в регионе выделяются на реализацию национальных проектов. Поэтому законность и эффективность освоения данных денежных средств должны быть всегда на контроле как органов прокуратуры, так и правоохранительных органов. На коррекционном совещании руководителей правоохранительных органов региона в конце прошлого года данные вопросы были обслуждены, выработаны конкретные меры, и их реализация позволила повысить эффективность противодействия данным правонарушениям и преступлениям. Зарегистрированы в частности 13 преступлений, связанных с освоением денежных средств, которые были выделены на реализацию национальных проектов. Данная работа продолжается на системной основе. Ну и завершая анализ криминогенной ситуации, хотелось бы обратить внимание, что впервые за последние годы у нас в области возросла рецидивная и уличная преступность. В частности, лицами, ранее совершавшими преступление, совершено 60% из всех зарегистрированных преступлений. Что касается уличной преступности, то она возросла также по сравнению с прошлым годом на 10%. Несмотря на сокращение алкогольной преступности, четверть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. А в таких небольших районах, как Сапожковский, Ермешинский, Путятинский, Петелинский, Милославский, Сараевский, более половины таких преступлений совершается в состоянии опьянения. Мы эту ситуацию, конечно же, знаем. В текущем полугодии будет проведено коррекционное совещание, на котором будут вырублены меры по профилактике данных видов преступлений. Как Вы можете охарактеризовать раскрываемость преступлений? Какие категории преступлений долгое время остаются нераскрытыми? От криминогенной ситуации хотелось бы перейти к раскрываемости преступлений, потому что их раскрытие – это обеспечивает неотратимость наказания, защиту прав потерпевших и возмещение, причиненное преступлениями ущерба. По показателю раскрываемости преступлений – это 76%, и показателю раскрываемости преступлений тяжких и особо тяжких – Рязанская область занимает, соответственно, 12 и 21 место по Российской Федерации. Показатели раскрываемости в текущем году повысились по сравнению с прошлым годом. По-прежнему, проблема, конечно же, объективная проблема с раскрытием преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это объективная картина, она характерна не только для Рязанской области, но и для многих субъектов Российской Федерации. Преступность, к сожалению, не стоит на месте, используют все новые формы, завуалированные, поэтому раскрыть данное преступление, конечно, весьма проблематично. Тем не менее, комплекс мер в этом направлении принимается, как органами прокуратуры, так и правоохранительными органами. Хотелось бы также сказать, что одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры является надзор за следственным дознанием оперативно-розыскной деятельностью. Вне поля зрения прокуроров не остаются те нарушения, которые допускаются на досудебной стадии уголовного судопроизводства при рассмотрении сообщений о преступлениях, при проведении провоциальных доследственных проверок, при расследовании уголовных дел, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В текущем году выявлено более 11 тысяч нарушений, для устранения которых прокурорами своевременно носились меры прокурорского реагирования. Отменены более 4,5 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела, почти 800 решений о приостановлении предварительного расследования, 74 постановления о прекращении уголовного дела. По инициативе прокурора дополнительно поставлено на учет каждые десятые числа зарегистрированных преступлений. Это 467 преступлений. Как правило, основная форма укрытия преступлений от учета это незаконное вынесение решений об отказе в возбуждении уголовных дел. Прокуроры на это реагируют и отменяют незаконные, необоснованные решения следователей-дознавателями. Выявлялись ли прокуратурой в текущем году факты размещения недостоверной информации СМИ и какие меры прокуратура принимает при выявлении таких случаев? В связи с напряженной международной обстановкой повышенного внимания уделялось вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Не оставались без внимания вопросы обеспечения террористической защищенности объектов культуры, здравоохранения, образования, ЖКХ, мест с массовым пребыванием людей. В целях обеспечения безопасности информационного пространства на системной основе осуществляется мониторинг средств массовой информации с сайта интернет. В ходе данного мониторинга выявлялись многочисленные случаи распространения недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России на территории Луганской и Донецкой народных республик, в связи с чем прокуратуру области в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлено шесть заключений, на основании которых в Роскомнадзор внесены соответствующие требования и доступ к интернет-сайтам был ограничен. Нельзя не отметить то, что резко увеличилось количество поступающих практически ежедневно на сайты и адреса электронных почт, сообщения о минировании зданий и сооружений. Несмотря на то, что проверка данных сообщений требует отвлечения значительных сил и средств проохранительных органов, дестабилизации работы не допущено. По всем вышеуказанным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Спасибо, Алексей Владимирович. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!